В республике продолжают обсуждать итоги работы правительства. Накануне Михаил Игнатьев озвучил основные социально-экономические показатели за прошлый год. Телевизионная версия ежегодного отчета выйдет в эфир в это воскресенье в 19 часов 30 минут. Что осталось за рамками доклада, узнавал Дмитрий Ковалев. Отчет главы региона о работе правительства длился около часа. После Михаил Игнатьев ответил на вопросы депутатов. Это обязательная процедура. Представитель одной из фракций госсовета поднял проблему прекращения выплат за рождение третьего ребенка. Глава республики отметил, что пустых обещаний правительство давать не намерено. Окончательный ответ в этом вопросе за федеральным центром. Вопрос поездки дня не снят. Дальше будем работать. Мы будем все-таки эти аргументы ставить. Почему? Потому что конституционное право молодого гражданина России в равных одинаковых условиях должно быть. Все те дети, которые являются участниками программы, я хочу подчеркнуть, даже те дети, которые родились 31 декабря 2016 года до наступления нового 2017 года, они на сегодняшний день получают все те субсидии, которые в программе записаны. Депутаты не обошли стороной и проблему Чуваш-Автотранса. Глава республики отмечает, что оказывать поддержку перевозчику только за счет бюджета неправильно, как и зарабатывать на ситуации политические очки. А именно этим сейчас и занимаются некоторые депутаты, считает Михаил Игнатьев. Это государственная коммерческая организация. Да, правительство несет ответственность от министра и слышит. Сегодня есть источники определенные, но я нигде не говорил, выделим с бюджета коммерческие организации, и они зарплату погасят. Давайте тогда будем поступать по-другому. Безответственные решения будем принимать на эмоциях. Коммерческим организациям с бюджета зарплату будем выплачивать, а учителя останутся у нас без зарплаты, медики останутся без зарплаты. Мы что хотим делать-то? Приоритеты расставлены, уважаемые депутаты. Поэтому надо быть, еще раз говорю, корректными к своим высказываниям. Большинство депутатов отметили эффективную работу правительства. Мы видим, что и индекс промышленного производства растет, выполняется по доходам план, расходная часть тоже вся выполнена полностью. Очень приятно, что инфляция у нас сдерживается в Чувашской республике не меньше, чем в целом по Российской Федерации. Очень приятно, что вузы сейчас начали целевые подготавливать медицинские кадры. Наконец-то мы медиками обеспечим и сельское, и городское население. Михаил Игнатьев отметил, что только благодаря совместной работе депутатов и членов правительства возможно обеспечить экономический рост. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика.